я хочу хочу рассказать вот пожалуйста пальма но кому-то может показаться балластом что ли да но это это очень грозное оружие и при умелых руках она спасет не раз жизнь конечно цахатого нет не спасет но как знать да и он сильно не налетать вот например но может это случай один на миллион быть но все-таки вдруг шатун и вот пожалуйста ломится он в дверь но чего вы делать оружие у вас нет оружие вот только я не стал параболит брать тоже что толку то чуть через дверь дверь хоть пробьется то ладно да и отвлекаться на его толку не будет зимове тут только ждать когда он выломит вот пятился вот 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 и все ждите чего вас там придется на терпеться но ждать придется выломать это доли секунды и вот он тут и вы его бьете вот таким не вот так а вот так вот таким местом вот в этом место под горло шею где шея сходит чувствуется это надо тренироваться тренироваться я тренировался знаю наносите удар резкий выпад и в то же время отступает это он полетит на вас и вам главное чтоб упереть вот и вы падаете сюда только аккуратно вот видите и вы туда падаете и все и он упирать стенку и она залазит ему мощь вот это она всяко разно упрется тема и все а вы падаете сюда как вы сумеете не сумеете упасть туда если упали то тогда закатывайтесь под нары это один выход все больше никаких шансов никогда не будет один только один из тысячи может быть все а там уж как повезет чё он будет тут делать так он блин все грызу грызу но факт то что вы можете остаться хотя бы живых но и конечно вариант это надо оба про фонарик фонарик сразу настроить и на 2 2 мощную новую батарейку раз включили чтоб его слепила освещал он также его кошка но в окошко тут уже тут уже всяко разно это ваш как говорится джек-пот если он в окно полез тут можно его он конечно будет стараться пролезть и в это пасть засунет свою были и вы его резким ударом наносите горло можно возле головы шею наносите удар вот так скользящий режущий ему распарываете гортань ну это вены артерии и все этого удара здесь будет ему достаточно чтоб он захлебнулся кроме этого это ваш джек-пот если в окно полезет ну а в дверь там уж как повезет потому что там там паре представлю ты я могу представить но не знаю но вот только вот так иначе лучше быть покалеченным маленько чем блин когда он вас будет даже жрать ну а для этих для огнестрельчиков пожалуйста если у вас есть оружие ставьте его сюда всегда и ничего что отплатит затаскивайте ставьте я раньше всегда так делал ставлю сюда вот печки он быстро просыхает и не ржавеет не все потом заряжаешь пули ставишь сюда но с ружьем тут разговора конечно нет и всегда у вас под рукой должны вот быть пять патронов лежать тяжелыми хорошими пулями вот положили их пусть лежат чтоб они уже под рукой были с ружьем конечно тут можете его полить всяко-разно в дверь полезет дверь его стреляли прикинули как он стоит на дебах или так он всяко-разно приподнимется будет ломать дверь лапами вот тогда вы можете в грудах уронить но если он упал заорал там лучше ждите не выходите никогда не выходите иначе он вас поймать задавить даже перед смертью дождитесь утра тропей все равно сегодня не ходишь не так что это смотрите там как повезет а там потом зачем он его выжил и не ладно дверь сделайте в окошко тут вообще никаких проблем с оружием даже даже сел вот напротив и торкнул как поросенка можешь в лоб может длить ему пасть даже стрелить чтобы он всю эту вырвало там шею все с оружием это не проблема проблема в том что вот раньше как-то охотники были бы промысловики они вот постоянно им выдавали по разрешению оружие и пошел получил оружие а сейчас наше время попал я вот на заре вот это всякой власти нынешней мне которых лет тогда устанавливалась и чё эти же бандиты и у меня же потом я же отстрелялся и у меня же блин оружие забрали где-то видно надо защищая свою семью там теми соседей и у меня же оружие забрали я же никого не убил но попортил я там это пятую точку но сам виноват что сделать он потом сказал я говорит пошутил что у вас ребятишек хочу убрать ну нифига себе что вот видите а меня оставил без оружия теперь сколько лет я раньше хоть с арбалетом с луком ходил а сейчас оружие в арбалетом лук приравняли к оружию теперь надо это разрешение опять на все это оформлять да на черта это мне замута мне тут осталось жить то вот так резко и но чё сделаешь это правда вот и хожу я на свой страх и риск вот с этим вот вот со своими руками которые уже подхудали вон и есть подхудали тут повисло видите все висит есть жир обвисло вся шкура повисла ладно хорошо худеть ну ладно всего доброго не болейте а это между прочим как еще хотел сказать она всегда у вас под рукой даже не успеете вы среагировать об это оружие высколочить а вот это уже у вас всегда будет она у меня это одеется туда деревяшки она у меня вообще легко снимает и она уже слетела бы все да там если в горячке так а дура прет саданула она прорежет и эту где-то деревяшка там она ни о чем можно сказать но лучше сдернуть об любую раз дернул ее и она уже в руках если где-то конечно постоянно же обнаженный не будешь таскать просто если че почувствовал тогда уже снял уже шов на всякий пожарный там чешат что-то подозрительное другое дело вот 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 так вот ну ладно всего-то вам нагородил хотелось поговорить насчет всех оружия берегите себя в тайге никогда не расслабляйтесь потому что это следа нет медвежью это еще не значит что может сатун появиться он может случайно на вас набрести понимаете на вашу избушку на ваш след выйти никогда всегда смотрите подозрительно сколько охотников погибло самоуверенность это самоуверенность уже нет почему вот говорят сороковой медведь да потому что уже человек уже давать до того привыкать он столько и хуже положил медведей он уже в думать но все так это на а тут все ну раз в год он добудет медведя но считайте вот вам сороковой почему постоянно потому что уже зрение не то слух не тот становится потом силы уже нет не те у человека становится все и он пролетает пожалуйста вот так вот ну ладно всего доброго пока